Мы продолжаем «Утро на Болткоме». В студии сегодня работают Михаил Губин. Наталья Михайлова. А также звукорежиссёр Евгений Копеин с нами. И сейчас мы поговорим о проекте «Рига Фотошоу». Это четвёртая международная выставка-форум фото- и видеотехники на Кипселе, которая пройдёт с 23 по 25 октября. Это вот ближайшие выходные, получается. И у нас сегодня в гостях Айнис Римшелес, руководитель проекта. Здравствуйте. Здравствуйте. И фотограф животных Инна Грин. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, вот выставка уже четвёртая. Соответственно, что уже к четвёртой выставке такого интересного вы подготовили? Ну, во-первых, то, что она четвёртая. Она будет... То есть уже не первая, уже понятно. С другой, как первая, да. Что нового? Что нового. Ну, как обычно, и в этом году у нас будет очень много разной техники. Именно какая? Ну, там достаточно много. Это всё можно посмотреть на сайте, там всё написано. И, ну, очень многие производители предлагают много качественной, новой техники, много пикселей, много света. Ну, одним словом, всё, что интересно там будет. Но она будет такая современная техника или вот какая-то... Мы сейчас в этом году сделали эксперимент. Мы всем объявили, что мы делаем рынок, пользуясь этой техникой на воскресенье. Ещё сейчас ждём заявки. Некоторые уже у нас есть, но у нас можно подать заявки ещё до 15 часов в субботу. И сам рынок будет проходить в воскресенье. То есть в воскресенье можно будет поучаствовать вот в таком ретро или даже... С 12 до 3, да. Только 3 часа, да. И если там придут те, которые будут предлагать эту технику, рынок будет. То есть это точно старые фотоаппараты? Да. Плёночные или даже ещё раньше? Ну, может быть, даже что-то ещё раньше. С секретными пластинками. Ну, у нас с пластинками будет такое специальное шоу, такой семинар. Будут два лектора. Райма Лебри и Дзимар Лошмиллс показывать, как это делать фотографии на этих пластинках. И они там будут показывать именно эту технологию. Это можно будет увидеть там. Ну, вот. То, что техник – это одно. Но у нас ещё будет, как обычно, очень много семинаров, мастер-классов. Да. И в этом году у нас будет несколько семинаров насчёт, как сфотографировать животного. И домашнего, и лося тоже, да? Для съёмника. Это очень актуально. А кабана? Да, кабана тоже. Кабана – это актуально. Да. И поэтому со мной сегодня Инна Грин, которая будет рассказывать тоже, как именно вы животные. Инна, вы будете вести мастер-класс какой-то, да? Я буду не мастер-класс вести, я проведу лекцию, покажу фотографии уже готовые, я покажу бэкстейдж, как это выглядит со стороны, как мы это снимаем, и кошек, и собак, и покажу, может быть, возможно, несколько видеороликов тоже, как бы, со стороны, как это выглядит. Вообще, животные, их сложнее снимать, чем людей? Ну, я начала с людей, скажу так, да? Я не тренировалась на кошках, а на людях, я начинала с людей. А не то, что сложнее, это, наверное, может быть, ну, интереснее, да? Да, это сложнее в зависимости от характера животного, и что ты хочешь показать, и какая у тебя стоит перед тобой задача. Потому что, если показать характер, показать настроение этой животной, эмоции, да, его нужно вывести и с ним какой-то контакт получить с этим животным. Это да-да, это будет, как бы, отличный у тебя результат. А какие эмоции там? Животные-то разные бывают. Ну, конечно, у кошек, конечно, меньше, наверное, как бы, да, а у собак более. А собаки всё-таки это более... А речь идёт только о кошках и собаках всё-таки, да? Да, я всё-таки больше, как бы, по домашним животным, это кошки и собаки. Кабаны, да, мимо нас, вот, буквально, в курсе, мы все пробегали, но у меня не было рефотоаппарата. Ну, позерва, ты их не застанешь. Я только с огромными глазами смотрела, как они пробежали мимо. Вот, и после этого мы пошли гулять с собакой, мне было страшно, на самом деле. А у вас есть же какие-то отработные приёмы, как, скажем, заставить животное смотреть в камеру? Да, есть. Ну, животное, собаку это понятно, это больше тебе помогает хозяин, да, если хозяин начинает нервничать, собака, следовательно, тоже начинает нервничать. Поэтому приходится брать свои руки это всё. И, в принципе, есть определённые пищалочки, вкусняшечки и так далее, какие-то слова, звуки. А кошки больше, да, больше на звуки и на какие-то завлекалочки, махалочки, на которые уже, благодаря им, как бы, ты можешь вертеть кошкой и управлять ей. А это популярно вообще, вот, заказывать съёмку животных? Да, да. Она есть разная, она есть, допустим, просто художественная съёмка, есть экстерьерная, есть съёмка на выставках, есть фотографирующие именно, как бы, хороших производителей, и есть просто для души люди фотографируют свои животные. Есть в природе, есть в домашних условиях. Есть студийная съёмка, да, есть студийная съёмка, когда ты выезжаешь на выставки с этой студией и снимаешь всех кошек, которые, как бы, желают, да, и собак. Есть уличная съёмка, где уже более, как бы, ты можешь использовать. Вот недавно у нас была съёмка, допустим, в Старой Риге, и мы по Старой Риге гуляли, у нас была большая довольно-таки, как я называю так, стая из 17 собак, и мы ходили, гуляли, использовали наши красивые достопримечательности в Старой Риге. У туристов теперь есть очень много фотографий, вот, мне, наверное, можно уже их не делать. Вот, ну, как бы, это такое мероприятие, это было интересно, как и самим людям. Там не было таких, там были и заводчики, и просто во владельца собак. Это было интересно и людям, и окружающим, и детям, которые мимо проходили. А почему вы решили вот именно, ну, как бы, такой, одной из тем, взять съёмку животных на этой выставке? Ну, потому что, ну, как, ну, животное – это часть из нас. Ну, я думаю, в каждой и второй. Ну, это просто такое направление в этом году? Или каким-то, может, другим причинам? Мы просто подумали, ну, что людям было бы очень более интересно. У нас, естественно, есть семинары такие, которые касаются уже более профессионалов, скажем, специально для фотографов свадьбы и так далее. Ну, скажем, вот, съёмка своего домашнего животного, это, я думаю, касается очень многих. И поэтому вот почему бы не у нас это увидеть, не понять и не узнать. А какие фотографы будут принимать участие в этой выставке? Фотографы как лекторы, да? Да, ну, как лекторы, конечно. Ну, Андрей Завацкий, я уже говорил, Раймал Левбриедис, Марис Лочмелис, Инна Грин. Немножко так забыл. Ну, кроме вот животных, наверняка же есть и другие направления. Вот в вашей программе есть, например, упоминание о том, что будет и фото-журналистика, да? Да, да, да. Вот об этом. Это единственный... То есть корреспондент агентства... Райтерс. Да, это единственный фотограф Райтерс. Ну, Инс Калмич, да. И он будет проводить целые два семинара вот именно на юридические и этические вопросы фото-журналистики. Международных медиа, да? Да, и насчет как планировать эту работу, как ее сделать и как потом отбирать картины. Вот такая уже достаточно серьезная тема. Да, я напомню, что у нас сегодня в гостях фотограф животных Инна Грин и Айнис Римшелис, руководитель проекта «Рига Фотошоу». Это четвертая международная выставка-форум фото- и видеотехники на Кипселе, которая пройдет вот в эти выходные. Что касается фото- и видеотехники, я вот несколько не понял момента. Она будет представлена в качестве выставочных экспонатов, или ее можно будет там приобрести, или что с ней можно там будет сделать? Ну, там будет много стендов компаний разных, там Sony, Nikon, Fuji, Canon. В этих стендах она будет стоять, ее можно будет попробовать и узнать все, все детали, все... То есть, можно будет открыть, посмотреть... Ну, открутить вряд ли. Ну, открутить нет, но хотя бы там... Ну, взять руки, сделать, скажем, какой-то снимок и узнать все, что там о нем новое, это обязательно. Ну, а что сейчас... Это не будет так, что там будет стоять техника, скажем, в какой-то стеклянной ящике, и ты ходишь вокруг, и там никак не доберешься. Ну, а что, а как сделать снимок, ладно, вот он не дигитальный, он сделал снимок, а как он его посмотрит, как он получился? Ну, там некоторые люди уже приходят на фотошоу... Со своими этими карточками, да? Да, они приходят, ставят их в камеру и делают тест, потом дома на мониторе смотрят, сравнивают, да-да-да. Ну, там еще это очень зависит от того, как конкретная фирма будет работать на стенде, потому что, я думаю, у многих будет на месте возможность сделать снимок, на мониторе посмотреть, ну, это уже... А действительно будут представлены самые-самые новинки? Ну, да, да, да. А что сейчас такого самого интересного нового вот на этом рынке, фото-видеотехники? Ну, для наших слушателей, которые вот интересуются этим вопросом, они, может быть, пойдут вот специально посмотрят, что и как. Вот я, честно говоря, не смогу назвать конкретные названия этих моделей, да, но вот я знаю, что недавно Sony выпустила такую камеру, там, по-моему, вот, название точно не помню, потому что их много, этих камер, и всех... Но там очень... Там что? Она очень быстро работает. 4К. 4К. Там еще много мегапикселей, да. Вот сейчас как бы тенденция такая, что пиксели становятся все больше и больше, да? Ну, это так... Сейчас такая тенденция есть, но это... Ну, это не всегда надо, это надо в определенных случаях. Ну, ВК, наверное, тоже. Вот сейчас недавно вышла камера, по-моему, 5 Mark III, еще какая-то буква, у них 50 мегапикселей сейчас, да? Но эти пиксели, они, ну, они нужны в определенных случаях, скажем, если снимать в студии или снимать, ну, оттаяло, как русский. Ну, на изображение. Изображение с очень большой детализацией. Скажем, вот, например, бегать, бегать, делать репортаж с 50 мегапикселей, это, ну, там самоубийство. Потом надо, ну, очень большую машину, на чем обработать эти картинки, очень большие толстые провода, куда эта информация проходила, да? Ну, для обычного фотоаппарата, непрофессионального, которым пользуются вот такие, просто обычные чайники. Сколько их пикселей хватает? Хватает мобильного телефона. Да, у него сколько должно быть. Там тоже же увеличивается все время. Хватает мобильного телефона, но в этих маленьких камерах эти производители тоже напихнули столько мегапикселей, и этим хвастаются, потому что это сейчас какой-то, ну, как маркетинг... Ну, это имеет какой-то смысл? Или вот когда-то остановиться на каком-то определенном количестве, и все? И не покупать больше дорогого, ничего? Ну, вы знаете, я думаю, что смысл есть в том, что надо найти камеру, с которой ты работаешь, и у тебя есть радость с ней работать, и нормальные фотографии получаются. А там больше и меньше пикселей, это, я думаю, уже менее важно. Ну, при том, если, что касается камер небольших, то эта оптика, которая там имеется, не всегда все эти пиксели поддерживает, да? Так что пиксели – это не самое главное. Самое главное – это камера, которая дает радость, которой очень красивые фотографии получатся, которые с ума нравится. Ну, а вот человек, который использует мобильник, допустим, для фото, он может себя ощущать фотографом или нет все-таки? Я думаю... Потому что сейчас, в принципе, вот как-то даже иногда кажется, что ценность фотографа, она девальвирована, потому что у каждого есть камера своя, да? Он сразу раз снял, и, ну, во всяком случае, он первый, да, кто вот... И иногда довольно красиво получается. И даже ничего, да. Я с телефона тоже очень часто снимаю, и свою собаку. По ближайшему чуть-чуть к микрофону. Я не бегу каждый раз за камерой, я делаю это уже как бы... Я беру телефон и снимаю свою собаку, и я скажу, что да, есть нам очень хорошие фотографии, которые, возможно, если даже я выставлю в тот же самый Фейсбук, никто не заметит там, с чем она была снята. Ну да, если у вас... Есть даже выставки снятые именно, как бы выставки фотографий, которые сняты с мобильных телефонов. А у вас тоже вот такой объектив, вот такой вот... Нет, у меня поменьше объектив. Мне такой не нужен. Это больше для репортажа объектив. У меня объективы, наоборот, вот такие. Маленькие. Да. Для животных. Я довольно близко нахожусь к животному, поэтому как бы мне нужно с ним постоянно контактить и как бы, по крайней мере, до него как, хоть как-то. Ну так как и на стигархими не работают, и не надо очень далеко плясаться. Я поняла. Да, да. Если я лосей фотографировала, там нужен вот такой большой объектив. А производятся ли на сих пор еще пленочные фотоаппараты? Или все уже? Не понял вопрос. Или еще пленочные фотоаппараты? Они производятся, их даже можно купить. Но есть какие-то новые при этом? Будут они представлены у вас на фотошоу? Будут ли именно сейчас там представлены на стендах? Я точно не знаю, но я знаю, что и у Canon, и у Nikon, и еще других производителей есть модели, которые еще можно купить новые, как пленочные камеры. Ну вот третий день, я так понимаю, воскресенье у вас посвящен там семинар и лекции свадьбам, свадебному фото, да? Кто там будет выступать? Вот может быть немножко об этой части расскажите. Там будут выступать два лектора из свадебной ассоциации, значит, знающие люди об этом, да? И одна из лекций будет посвящена о том, каким образом начинать снимать свадьбу за рубежом. Да, а почему вот, кстати, я увидела и удивилась, почему именно за рубежом? Какие-то особенности? Ну, во-первых, потому что у нас тут рынок не слишком большой, и если, скажем, в небольшом рынке очень многие люди хотят работать тогда, как бы... За рубежом там в каждой стране же свои особенности свадеб. Там есть особенности, в этих особенностях будет идти разговор, и об этом, как начинать там работать, как найти первые клиенты, потому что они же тоже там не будут первого незнакомого брать, как фотографа, да? Это будет один семинар. И второй будет уже чисто самой технической части, что не забыть, как успеть за машиной, где эти самые молодожены мчатся. А чисто такие практические события. Да, такие практические вещи, чтобы человек, который начинает снимать свадьбу, что он что-то не забыл, потом не было жалко и так далее. Одним словом, такие вот для начинающих фотографов очень хорошие семинары. Как не испортить свадьбу, потому что иногда посмотришь, там подборки свадебных фото, но специально, конечно, сделаны, и там просто ужас. А говорят, что свадьбу снимать трудно, потому что женишь всегда в черном, а в невестах всегда белым, возникает такой контраст. Это действительно так? Ну, я сам не снимал свадьбу, я не знаю, но я думаю, что там самое главное это ответственность, потому что если что-то там случится, какая-то ошибка и что такое, повторить эту свадьбу почти невозможно именно такую же. И поэтому те люди, которые снимают свадьбу, они очень смелые, во-первых. Я думаю, они должны быть достаточно такие большие мастера, чтобы это делать. Инна, расскажите еще, может быть, немножко о особенностях съемки животных. В двух словах у нас время уже, так истекает потихонечку. Но кого все-таки сложнее, собак или кошек фотографировать? Кошек, наверное. Кошек, наверное, немножечко посложнее. Они и команд не понимают или что? Ну, я скажу, ну да. Есть, конечно, и собаки разные, да, есть собаки, которые уже обученные, и очень хорошо с ними работает сам хозяин, и мне не приходится это делать, потому что я, конечно, не профессиональный дрессировщик, но еще лет 10, и я могу уже претендовать на эту роль. Но, как бы, кошек сложнее тем, что хозяин практически мало чем может помочь. То есть, если он будет со стороны тебе помогать, он работает на себя. Он не понимает, что ты снимаешь со своей стороны, и тебе нужен определенный ракурс, чтобы показать это животное. Получается, что собак немножко как бы... И собаки чужие, они все-таки откликаются тоже. Ты можешь с ними найти общий язык, ты можешь с ними пообщаться, да. Они более к тебе как бы... Расположены. Расположены, да. Кошке она сама по себе на самом деле, тебе нужно именно чем-то ее завлечь, привлечь. Есть очень много этих... Начиная от махалочек и заканчивая каких-то запахов, да, в этих махалочках, потому что одно не работает, ты берешь следующее и так далее, пока ты не найдешь то самое, на что кот этот среагирует. И помимо того, что тебе нужно его просто сфотографировать, тебе нужно показать именно ту самую породу и вывести ее на тот самый градус, допустим, того же самого головы, чтобы это было именно тот самый лучший представитель и показал свои плюсы, а не наоборот как-то к нам повернулся. Это для выставки, да, вы говорите? Да, это на выставке. Ну, в студии дома, конечно, это так же, то есть это работа такая же. Но на выставке единственное, что собакам немножко легче, потому что они, в принципе, уже более дрессированы, да, и подготовлены к выставке. Кошки, да, это все тоже есть, но когда у тебя, допустим, на той же Кипселе вот тоже проходят выставки животных, и когда ты фотографируешь кошку, у тебя очень-очень много людей, у тебя очень-очень много зрителей, да, там шумно, и не каждое животное готово как бы тебе играть вместе с тобой, начинать играть. Тебе нужно какое-то время, чтобы его разыграть, завлечь, и тогда уже работа может идти. А при этом весь Фейсбук в котиках. Да. А весь Фейсбук в котиках, да. То есть, вроде бы, хозяева не жалуются на то, что их люди снимают. А вот групповые фотографии животных вы тоже снимали? Да. А как они могут там уживать с друг другом? Ну, обычно, обычно, ну, как бы, снимаешь чужих животных, не снимаешь. Собак, да, там можно посадить, потому что они так же, когда идет выставка собак, они находятся в одном ринге, там разные породы, они видят себе некоторые первый раз, они, в принципе, на друг друга не бросаются, да, они стоят, и их можно посадить, и можно даже сделать какую-то композицию. Это больше постановочное фото. А когда снимаешь кошек, это уже, допустим, однопометники, это котята с одного помета. А это только знаем. Они знают друг друга, не всегда они хотят рядом, как бы, ну, и обычно так, три снимаются, один нет, да, то есть, это обязательно есть какой-то, которого нужно тоже привлечь. Там вопрос времени, немножечко их завлечь, и дальше они уже как вот, как раз-таки показывают в разных видео, они головой мотают в разные стороны, туда, куда тебе нужно, главное знать, куда. Спасибо, уважаемые гости. Айнис Римшелис, руководитель проекта Рига Фотошоу, и фотограф животных Инна Грин были сегодня с нами этим утром. Четвертая международная выставка форум фото и видеотехники пройдет на Кипселе с 23 по 25 октября. Всех приглашают. Во сколько начнется открытие? Во сколько? В 10 часов начинаем. Да, уже в пятницу, да? В пятницу в 10 часов можете уже заходить и получать полезную информацию, и смотреть интересные экспонаты. Спасибо и до свидания. Спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут и поговорим о том, может ли стать юрмалом, курортом для пожилых иностранцев. В покатах пожилых иностранцев. Ну, такое предположение высказал экономист. Мы поговорим об этом после новостей и рекламы. И с вашей помощью, я надеюсь, уважаемые радиослушатели, напомню сразу телефоны прямого эфира 6, 7, 2, 12, 9, 3, 9 и 6, 7, 2, 13, 9, 3, 9 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok